Девушки отдыхают Кстати о нарядах. Сегодня мне написал мой друг Терьер Яша. Он большой модник. Его гардеробу позавидует сама Кэрри Брэдшоу. Отправимся к нему в гости? Ёрширский Терьер Яша появился в этой семье уже взрослой собакой. Прежним хозяевам был не по нраву его веселый шебутной характер. И они решили отдать его в хорошие руки. В тот момент Яше было уже полтора года. Сразу как бы мы ему понравились. Он не скучал по своему старому хозяину. Не скулил даже. Яша очень любит гулять, но холодный климат не позволяет ему проводить на улице много времени. Поэтому в первую очередь новые хозяева отправились в магазин за обновками для собаки. Собирали мы его, наверное, полгода. Постепенно все. Сначала одни костюмы, потом другие. У него есть всякие разные. И ботиночки, и шапочка, и летний, и зимний костюмы. В Яшином гардеробе можно найти вещи для прогулки в любую погоду. Похоже, Яша любит щеголять в своих нарядах и с удовольствием продемонстрировал все, что у него есть. У Яши нет проблем с мытьем ног. Простите, лап после прогулки. На улицу он ходит в красивых ботиночках. И это еще не все. Яша настоящий дэнди. В его косметичке можно найти даже собачьи духи. Давай за ушком. Он сразу побежал обтираться, а все. А потом? А потом привык. Ходит спокойно уже, как надо. Он очень игривый, дружелюбный. Больше любит, конечно, погулять и покушать, но не любит других собак. Надо сказать, что предки Яши – йорки. О таком уходе и гардеробе не могли даже мечтать. Этих собак держали крестьяне, так как им было запрещено заводить больших. Маленькие йорки охраняли дома от грызунов. Этот дом от грызунов охраняет кот Марсик. Он появился в семье несколько месяцев назад, но сразу показал собаке, кто тут главный. Кот сразу начал шипеть, а Яша гавкать. Но они буквально минуту две уже стали друзьями. Яша его стал мыть, а кот спокойно сидеть. Ну, они играются, но кот бывает на Яше прыгает. В сравнении с Яшей у кота характер скверный. Ну, любит поиграться, все время может покусать, царапать может. Может быть потому, что у него одежды нет. Собака, кот – компанию дополняет черепашка. Так как она особо не проявила свой характер, ее решили просто назвать черепашкой. Веселая компания из собаки и кота черепашку не очень впечатляет, и она предпочитает держаться в сторонке. В случае опасной близости черепашка довольно резво удирает. Черепаха боится, вполне убегает, если поставить кого-нибудь рядом. Все животные в этой семье получают хороший уход, питание, поэтому на здоровье не жалуются. Тем не менее, у хозяйки есть вопрос к зоове-центру Багира. Меня всегда интересовал вопрос, если животным сделают наркоз, как это будет вообще? Как они отреагируют на него? В зоове-центре Багира уверяют, наркоз для собаки или кота – вещь довольно безобидная, если грамотно к этому подойти. В настоящее время используются современные препараты, которые используются именно для животных. Ограничений по возрасту дачи наркоза нет. Оценивается состояние животного перед тем, как задать животному наркоз. Объективно, по многим показателям, вплоть до глубоких лабораторных исследований. А не перенести наркоз может животное по многим причинам, которые не видны на первый взгляд и не диагностируемые перед самой непосредственной операцией. Наркоз может не перенести как молодой котенок, так и пожилое животное в равной степени. То есть один случай на 2 миллиона может быть. Постнаркозная амнезия и вторичный сон зависят от многих факторов. В среднем это 2-4 часа. И помните, за советом вы всегда можете обратиться к ветеринарному специалисту. Главное – не паниковать. Вот и закончился наш визит. А вместе с ним и рубрика. Я прощаюсь с вами до следующего года. Желаю вам вкусной еды, теплого дома и добрых друзей. Жду ваших писем. Гав-гав!